Вы подпадете под эту слежку. Наоборот, активизируется власть, которая вроде как должна обеспечить максимальную прозрачность и законность этих выборов. На деле, правда, происходит совсем обратное. Началась мутная и нервная движуха. После такой активности властей уже ни о какой открытости и пресловутой прозрачности главного общественно-политического события в стране уже не приходится говорить. Вот такого страдают даже школьники и студенты. Обо всем этом подробнее прямо сейчас на канале Максимум. Итак, месяц остается до парламентских выборов в Казахстане. Надежду, которой после известных событий весны 2019 года некоторые все-таки имели на честное и прозрачное их проведение при новом президенте, похоже, стоит отпустить на волю. Не нужна она больше. Чем ближе выборы, тем все становится суровее и бесперспективно. Что это было, до сих пор задаются вопросом жители столицы. Воскресенье 6 декабря. Жители столицы уведомили о проведении учений под названием «Кибербезопасность Нурсултан-2020» для испытаний сертификата безопасности. Сегодня Министерство цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявило об окончании учений. Но горожане по-прежнему жалуются на снижение скорости интернета. Министерство цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана заявило об окончании «Кибербезопасность Нурсултан-2020». В Комитете национальной безопасности и Министерстве цифрового развития заявляют, что учения направлены на борьбу с кибератаками и пропагандой наркотиков и суицида. «Именно эти учения немного у нас оттянулись к концу года. И, соответственно, к концу года стало уже известно о том, что будут проводиться выборы в Казахстане 10 января. Но я хочу вас заверить, что когда мы планировали эти учения, мы не знали о дате этих выборов». Власти призывают жителей установить на свои устройства сертификаты безопасности. Эксперты утверждают, что с помощью этого инструмента властям станет проще следить за личными данными пользователей. «Этот функционал позволяет просматривать весь трафик с вашего телефона к запрашиваемому исковому сайту при получении или же получении какого-либо файла, либо подключении интернета к сети. Сначала трафик будет идти через этот сертификат. И только потом лишь к вашим сайтам, мессенджерам, почтовым клиентам и так далее. Однозначно проводится слежка». Власти Казахстана ещё в прошлом году просили жителей установить этот сертификат безопасности. В то время интернет также работал с перебоями. Были проблемы с доступом к соцсетям. Это вызвало общественный резонанс не только внутри страны. Мировые интернет-компании Google, Apple и Mozilla заблокировали казахстанский сертификат безопасности, заявив о необходимости защитить своих пользователей. В Министерстве цифрового развития сегодня предположили, что казахстанский сертификат блокируют по политическим мотивам. Руслан Абдыхалыков сказал, что в странах НАТО эти интернет-компании ничего не блокируют, а казахстанские заблокировали из-за того, что страна не входит в НАТО, так как никто не хочет, чтобы казахстанская служба могла работать так же эффективно, как зарубежная. Продолжим тему. Конечно, интернет это не горячая вода или электричество. Про их перебои коммунальщики, если это не экстренная авария, сообщают заранее. Здесь же ничего подобного не было. Людям не сообщили и поставили перед фактом. Дескать, это были масштабные киберучения, из-за чего у большинства и пропал доступ в интернет. Говорить о том, что в период пандемии увеличилось количество людей, у которых интернет остался единственным способом заработка, я думаю, вам даже и не стоит. Особенно пострадали студенты и школьники. Онлайн-магазины тоже подсчитывают убытки. Но эксперты заверяют, все это ради нашей безопасности. 6 декабря в Нур-Султане проводится киберучение. Такое сообщение накануне получил, наверное, каждый владелец смартфонов. Пользователей вновь просили установить сертификат безопасности. И пока одни предались панике, другие решили переждать и не торопиться с установкой ПО. Как результат, сегодня социальные сети переполнены жалобами астанчан на проблемы с интернетом. Труднее всего пришлось школьникам. Их учеба сейчас напрямую зависит от доступа в интернет. Многие из-за перебоев сегодня пропустили важные занятия. Правда, некоторым все-таки повезло. После многочисленных попыток связь с учителями восстановилась. Я полурока не мог зайти. На учительнице сказалось все равно пытаться, даже если не получается. На шестой или пятый раз еле как смог зайти. Перебои с интернетом мешали астанчанам пользоваться социальными сетями, поисковыми сервисами, видеохостингами и даже мессенджерами. И хотя учения уже завершились, многие до сих пор не могут восстановить доступ. В Министерстве цифрового развития поспешили извиниться за все неудобства. Оказалось, специалисты намеренно атаковали основные каналы информации. Это поможет найти слабые места, уверены в ведомстве. Условным нарушителем из экстремистских и религиозных побуждений будут совершены массированные ДДОС-атаки на объекты информатизации электронного правительства, критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, произведены попытки взлома государственных интернет-ресурсов, распространяться недостоверная информация в социальных сетях, попытки фишинга. Устроили проверку и госорганам, только вот не все чиновники справились с ней. Около 30% госслужащих нарушили политику информбезопасности. Через фишинговую рассылку они запустили вредоносное программное обеспечение на рабочие компьютеры. Сертификат безопасности как раз-таки помог бы защититься от таких атак, уверяют специалисты. При этом пока пользователи могут устанавливать его по своему желанию. Сертификат безопасности нужен именно для самого гражданина, чтобы как можно меньше проблем у него было с доступом в интернет. Для этих целей и будет задействован сертификат безопасности. Причем, если отказаться от его применения, технически невозможно будет сохранить функционирование иностранных интернет-ресурсов, на которых условным нарушителям будет распространяться противоправная информация. Но не все пользователи согласны устанавливать сертификат безопасности. Придерживаются этого мнения и некоторые эксперты по защите персональных данных. Елжан Кабышев уверен, что делать это казахстанцам не стоит. Программа может следить за действиями пользователей. В защите полученной информации специалист тоже сильно сомневается. Безусловно, так как он анализирует ваш трафик, включая ваши персональные данные, которые вы передаете, то, безусловно, будет проводиться слежка. Но вопрос, каким образом это будет проводиться слежка, какие должностные лица, полномоченные органы ответственны за это. И, безусловно, устанавливая корневой сертификат, ваше рассоединение, оно будет читаемым, и вы подпадете под эту слежку. Эксперты отмечают, что сейчас по законодательству ни госорганы, ни провайдеры не имеют полномочий принуждать казахстанцев устанавливать сертификаты безопасности на свои устройства. Тем же, кто все-таки скачал программное обеспечение, можно легко его удалить. Ну и напоследок, самое сладкое. Ни у кого нет сомнений, что за заботой о нашей кибербезопасности стоит, прежде всего, безопасность самих властей до и после парламентских выборов. Но и этого недостаточно. В Казахстане Центральная избирательная комиссия приняла новое постановление по правилам наблюдения за выборами. Отныне в документе прописан запрет на фотосъемку на участках и онлайн-трансляцию с избирательных участков. Расширен и список требований к наблюдателям. Эксперты считают, что все эти изменения мало соответствуют законам республики, а некоторые вообще им не соответствуют и грубо нарушают. Гражданский активист Ерсин Кудеяров, наблюдавший за тремя избирательными кампаниями в Казахстане, считает, что Центр избирком новым постановлением создает препятствия для независимых наблюдателей и ограничивает их в правах. Бір адам барып кабинкаға керіп, сосын барып, неге яшикке 5-6 бюллетен салғал жатыр. Сіз оны көрттірсіз, және оны түрін деватсіз. Сон келіпсіз оға адамнан алдынала келіпсірау көріксіз. Кешіріңіз, сіз мұнда бірнеше бюллетен салғал жатырсіз, мен сон сізге фото-видео жасап беруге боладым, май мағам деп. Кудеров көріпсіз. Кудеров көріпсіз. Кудеров көріпсіз. Куớ eles е 16 л alguns шығып беруге болады. Кал көріпсіз. Б gdzie ладыгіпсіз. Көріпся көріпсіз. Күрго ұлтіпсіз. Власти идут на такие шаги, потому что опасаются независимого наблюдения, которое может вскрыть махинации. На предыдущих выборах казахстанские независимые наблюдатели зафиксировали множество нарушений, в том числе вбросы бюллетеней, карусели. Они сообщали о препятствиях во время наблюдения за обработкой бюллетеней. Власти же заявляли, что выборы проходили прозрачно, без существенных нарушений. Западные наблюдатели говорили, что ни одни выборы в Казахстане не были честными и справедливыми. Друзья, на этом на сегодня пока все, чем хотелось поделиться с вами. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Максимум. Будем на связи и помните, не все так просто, все гораздо проще. Спасибо. 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 Спасибо.